Привет, Роман! Здравствуй! Приветствую тебя на International 2017. Расскажи нам свои первые впечатления о турнире. Ну, пока очень сложно прочувствовать атмосферу, потому что все происходит в отеле, где все в такой домашней обстановке. Поэтому я жду основное мероприятие, когда все это будет в Kia Arena. Будет очень круто, я уверен. Я очень хочу посмотреть на фишки, которые сделали Volvo для этого турнира. Очень многие люди жалуются на уровень проведения турнира. Какой именно аспект, вот, меня интересует? Ну, типа, трансляции сами иногда, да, иногда бывали проблемы со звуком. Это связано с тем, что очень сложный механизм передачи всех этих сигналов почему-то сделали. Ну, ладно, это уже проехали. Я думаю, в Kia Arena таких проблем быть не должно. А в остальном, да, нет, все нормально. Ну, по моей работе все вроде бы хорошо. То есть, если сравнивать с предыдущими International, на которых ты был, в принципе, уровень... Все быстрее, как-то отлаженее. Чувствуется, что это не первый турнир, который они делают. Как-то так. Перед самим началом турнира Valve анонсировали вот новую систему с Majors и Minors. Мы увидели листочек, где вот все эти турниры расписаны. Расскажи, что ты думаешь об этой системе и о насыщенности этих всех турниров. Да, обычно. Раньше было столько турниров, и все, все играли, все было хорошо. Сейчас просто командам придется чуть более разборчиво действовать. Где-то играть, где-то не играть. Играть, где попало, уже не получится. Вот эта вся сортировка Majors и Minors. По сути, вы просто убираете вот это слово Major в понимании его дотерское, потому что все привыкли. О, Major, он там один такой крутой. Сейчас будет не совсем так. Сейчас это просто обычный нормальный турнир будет иметь этот статус. Ну, окей. Такого, как мы видели там Manila, там еще что-то. Такое, может быть, только пару турниров смогут нам показать. Там ESL, Epicenter, Dreamhack. И вот, возможно, у нас еще там на StarLadder что-то получится. Расскажи вот о StarLadder поподробнее. Вы уже что-то готовите? Какие места проведения? Там еще, да, все это все очень пока на этапе, а давайте сделаем, а как, что, где, пока еще информации толковой нет. Нигде. Никаких сюрпризов не будешь рассказывать? Нет, просто дело не в том, что никаких сюрпризов. Никто вообще не знает, что, какие сюрпризы там сами Valve, например, организаторам устроят в плане каких-то критериев. И пока это еще не обсуждалось. Давай немножечко ударимся в драму. Анонсировали, что команды будут отбираться на International по очкам. И после того, как огласили список приглашенных талентов на International, у некоторых ребят возник вопрос, а сделать ли такое для кастеров и аналитиков? Да я думаю, это от организаторов турнира должно зависеть. Вот кого они хотят видеть, тех пусть и зовут. И просто будет исключительно вот такой какой-то конкурс. Не знаю. Еще небольшой драме, которая разгоралась в Твиттере между сотрудниками РУХаба и Старладера. Это типа между мной и всеми или как это обычно выглядит? Ну, как обычно, да, это происходит. Что ты можешь рассказать о участившихся таких случаях и что ты вообще думаешь по этому поводу? Да я же никогда первым ничего не начинаю. Я только реагирую на какие-то события. Не будет вот таких вот событий не будет и моей реакции. Все просто, предельно. То есть я сам не любитель поднимать какие-то, ну, какой-то кипиш, но молчать на тему различных вопросов, там тех же приглашений, талантов или еще чего-то. Но я не считаю целесообразным, если мне есть что сказать. Иногда бывает, что есть. Как ты считаешь, по приглашенным на этот турнир все ли заслуженные или кого-то хотел бы еще видеть на интернешнале из кастеров талантов? Да, все здесь просто не в том амплуае немного, потому что присутствуют тут и адекват, и форс, но в качестве обсерверов, да, хотелось бы, чтобы ребята комментили, естественно, потому что они много работали, они молодцы, к ним претензий практически нет, там и майль тоже можно туда записать. Но вот ситуация такова, что количество мест конкретно вот такое, а людей много. И в любом случае кто-то остался вот-вот вне этого списка. И даже если мы уберем кого-то, добавим майля там форса или адеквата, то и с тем списком будет сложно спорить. Ну потому что как бы все, все достойны. Давай вернемся еще немножко назад. The Summit 7. У вас был такой филиал Лос-Анджелеса на вашей студии. Расскажи, почему так получилось, с чем это связано и какая вот дальнейшая судьба вашего сотрудничества с Beyond the Summit? Нет, там вроде бы все хорошо в плане сотрудничества, а почему так получилось, потому что они на Counter-Strike, CS Summit они делают, они попробовали вот такой сетап, они сделали типа для контента локацию, которая обычно отводилась под нас, под дотеров на таких турнирах, под русскую типа трансляцию. И им на CS это понравилось, они осознали, что как бы не особо-то и надо, чтобы мы были на месте. И в итоге решили провести такую же историю по дотке. А в итоге, да, все связано с того, что мы остались в Киеве. И вот Дима, друг, у нас предложил организовать подобные вот эти декорации и прочую фигню. И получилось красиво очень. Мне все понравилось, в итоге все прошло очень круто. Скажи мне, кто твой самый любимый комментатор? Вообще типа неважно спорт или еще что-то? Ну сначала по доте, а потом вообще по киберспорту. По доте? Я не знаю, у меня нет такого наверное понятия по доте. Вот я просто, ну несложно оценивать, потому что мы сами тут работаем. По обычным видам спорта, я не помню, правда, имя, фамилию этого человека, но он снукер на Евроспорте комментирует. Вот такой уже пожилой мужчина, насколько я знаю, с огромным багажом опыта за плечами. И он очень крутой, его прям интересно очень слушать. Хорошо, расскажи, вот имея в голове вот эту систему новую, которую придумали Valve с кучей турниров, видишь ли ты это как потенциальная возможность для новых талантов, новых кастеров, новых людей пойти? Да, да, да. И что ты думаешь, как людям нужно как раз входить в эту сферу? Это будет что надо. Вот для тех людей, которые когда-то оставались вне общей тусовки, потому что в один момент, опять же, если мы говорим про организационно-осветительные группы, вот эти все вещи, то в один момент все очень сильно сузилось до мейджоров, там, интернешналов. И это там буквально человек 20-30. Сейчас из-за того, что эти там 20 человек не смогут, физически не смогут покрывать все, что происходит, будут востребованы новые люди опять. И это очень хороший шанс для тех, кто вот хотел или кто вот находится сейчас на планочке чуть ниже, просто засветиться, зовите себе и пробиться куда-то повыше, возможно. Это так и будет, я уверен. Ну, то есть, ну, я не могу комментировать 24 на 7 физически. И мы с ребятами тоже не справимся 24 на 7, поэтому придется рано или поздно прибегать к помощи еще дополнительных людей. Ну, здорово. А есть ли какие-то люди, которых ты сейчас уже видишь на такую вот амплуа? Есть, есть. Я не буду говорить, кто это, но у меня есть пару человек на заметке, с которыми мы попробуем, скорее всего, поработать, если будем сильно загружены. Наверное, один из последних вопросов. Вот с Secret Shop'ом у Valve в этом году тоже немножко не задалось. Valve зарелизили Secret Shop, и он такой немножко урезанный. Что ты думаешь по этому поводу? Увидел ли ты там какие-то айтемы, которые хотел бы купить? Ну, я как любитель таких всяких штучек, шмоточек, красоты, заметил и в первоначальной версии какие-то интересные вещи. Ну, у меня там рубашка понравилась, у меня уже с прошлого года такая есть, только серая. Пару футболок с принтами, что там еще было, чашка тайтхантеровская и вот такое по мелочи. Но в плане какого-то супер ажиотажа и супер-супер-супер траты денег, наверное, в этом году не будет такого. Я вот в прошлом году там оставил долларов 300 где-то в Secret Shop'е, в позапрошлом тоже в районе этого. И, в принципе, всегда получалось, что если ты на одного человека там закупаешься полезняшками, то где-то вот на 300-очке и получалось. Нет моих любимых домехиросов, которые когда-то были, пару лет назад их еще в прошлом году убрали. Так что это меня немножко расстраивает. А в целом все более-менее нормально. Я думаю, для тех людей, которые впервые приезжают на Инд, будет очень-очень полезно много всего. Они убрали Олимпийку, которая есть у игроков? Да, очень странно. Может быть, они закончились просто, я не знаю. Может, просто убрали. Странное решение, очень красивая Олимпийка. Да, прикольная, прикольная. И футболочки тоже, кажется, вот такие закончились. Только у меня с красненьким, а там с бирюзовым таким, темно-бирюзовым. Хорошо, последний вопрос. Как ты думаешь, если друг и Баффик решат записать шансон-альбом? Как он должен называться? Блин, если бы это было просто, просто какое-то название. У них есть отличный стиль комментирования. Называется, я немножко перефразирую, спонтанная херня. Но, я думаю, как-то можно обработать именно этот вариант. Хорошо, отлично. Спасибо большое за интервью. Услышим тебя на официальной, уже в арене, на официальной части. Ждем с интервенем. Должны, по идее. Я очень жду, мне очень хочется посидеть на сцене опять. Ну, для меня это вот просто как Новый год, не знаю, как праздник. Я очень люблю интернашналы. Да, ну, ждем наступления этого праздника. Спасибо большое за интервью. Всегда рад. Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok